Столица Эстонии Столица Эстонии Столица Эстонии Столица Эстонии Столица Эстонии Столица Эстонии Вглубь от красной линии улицы Вены Почетной стороне отступает скромная белоснежная церковь Святых Петра и Павла с двумя кубическими башенками Она принадлежит католической церкви и является действующей Храм святых Петра и Павла появился на месте доминиканского монастыря Время массового строительства церквей и монастырей в Таллине – XIII век Доминиканский монастырь был старейшим в городе Первые доминиканцы появились в Таллине еще в 1229 году и основали обитель на холме Тоомпиа Они же заложили первые камни Домского собора Но в ходе конфликта с рыцарями ордена меченосцев Монахи-доминиканцы погибли, и первый монастырь был уничтожен Второй доминиканский монастырь открыли в Нижнем городе, как раз там, где мы находимся Он занимал целый квартал С одной стороны его ограничивала улица Мюревяхи С другой – улица Вены Руины доминиканского монастыря считают одним из самых таинственных и загадочных мест в Таллине В зале Капитула находится колодец, который называют не иначе, как «колодцем желаний», приписывая ему способность исцелять, давать силу и возвращать надежду Говорят, из него можно черпать душевные и физические силы После реформации огромная территория монастыря оказалась заброшенной В 1844 году на месте бывшей трапезной доминиканского монастыря возвели католическую церковь Петра и Павла Одна из стен, которая является одновременной стеной сохранившегося внутреннего дворика древней обители Сейчас руины доминиканского монастыря находятся в ведении городского музея Музей открыт только летом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok